Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Познакомилась с парнем 5 месяцев назад, нам по 30 лет, он разведен, есть дети от первого брака. В разводе полтора года, живет один. У меня семьи не было. Когда познакомились, я сразу обозначил, что меня интересуют только серьезные отношения и брак, мне нужна семья. Он тоже сказал, что ему нужна жена и семья. Через 4 месяца после общения и встречаний случился интим. Он ездит ко мне и остается у меня ночевать. Я стал говорить ему, что пора бы жить вместе, что меня не устраивают такие встречи, тем более мы обговаривали, что оба хотим серьезные отношения и встречаемся с этой целью. Напомнилось, что я хочу семью расписаться и жить как нормальные люди. Однако резко я заметил изменения в его поведении, он охладел. Я стал выводить его на разговор, что происходит. Но сегодня ответил, что его устраивает просто встречаться и что в дальнейшем будет. Он не знает, что у него много обязательств и так, и он не готов брать ответственность за меня. Что в его жизни что-то случилось, но что не говорит. Что теперь он задумывается. А нужна ли ему опять семья. И сейчас сказал, что я давлю на него жених бы и тороплю. Я предложил расстаться, взяли паузу, в итоге опять возобновили общение. Он продолжает ко мне ездить и оставаться у меня ночевать. Может быть я и правда стала торопить его, давить на него своими разговорами о жених бы и совместном проживании. Либо я предстал быть ему интересным. Либо он изначально и не планировал ничего серьезного. Сейчас я не знаю, что мне делать. Успокоиться и оставиться как есть, не торопить события. Либо все-таки расстаться и не ждать ничего от него. У меня есть квартира. Я предлагал жить у меня. Он категорически отказался, сказал, что не будет чувствовать себя в ней хозяином. Сам живет на съемной квартире. Меня к себе не приглашал ни разу. Сначала говорил, что купит квартиру и будем жить у него. Но купить квартиру не получилось. Либо это просто отговорка. Потом он сказал, что теперь он не хочет детей совсем. А я хочу. Хотя изначально мы тоже обговаривали это. И он говорил, что пока детей не хочет. Но не видит в этом препятствий в будущем. Поэтому, собственно, я и начала с ним отношения. Ну, смотрите. Во-первых, вы не сможете успокоиться. Скорее всего. По своему собственному желанию. То есть это сделать малореально. Если вы тревожитесь. Если вы испытываете некие чувства. Ну, например, пусть это будут чувства обиды. Пусть это будут какие-то еще чувства другие. И вот они никуда не уйдут, пока вы их не проживете. Это первый момент. То есть вы не сможете, скорее всего, вот по щелчку пальцев, да, успокоиться, как вы задаете вопрос. Вот. Дальше. Решать, что вам делать. Значит, оставиться как есть и не торопить его. Либо расстаться и не ждать ничего от него. Решать вам, конечно же. И, на мой взгляд, если вы не можете определиться сами, если вам что-то мешает определиться самой, как, например, поступать, да, как, например, действовать, что, например, делать и так далее, то мы имеем дело с, скорее всего, неким конфликтом вашим внутри личностным, который нужно выявить и помочь вам разрешить. Как бы с точки зрения вот психологии мужчина вряд ли изменится. То есть, ну вот, понимаете, как, вы же готовы, да, а он нет. Вы готовы, там, уже жить вместе, расписываться, создавать семью, а он нет. И есть элемент того, что вам, что ему удобно. Есть элемент того, что ему комфортно. Есть элемент того, что развод, это травма, и мужчина может быть травмирован разводом и действительно бояться серьезных отношений, особенно, если вы фиксируетесь на них. То есть, если вы изначально вот с этой целью, с целью построения семьи и детей, рождения детей, начинали отношения. То есть, на человека это все действительно может давить. Вот. И мне кажется, что системная проблема заключается в том, что вы не взаимодействуете, как, не взаимодействуете, как личности, как будто бы вы взаимодействуете только как потенциальный муж и жена. Вот. Ну, потенциальный, потенциальный е, муж и жена. Мне кажется, что это очень обедняет восприятие друг друга, да, восприятие людей, людей друг другом. Вот. И, в общем-то, мешает установлению доверия и, в общем-то, свободного взаимодействия друг с другом. Мне кажется, что именно по этой причине он вам не говорит то, что у него происходит. Либо вы чувствуете сами какую-то недоговоренность по этой причине, по причине того, что человек прекрасно понимает, чего, например, вы от него ждете, человек прекрасно понимает, чего вы от него ожидаете и, ну, вот у него есть некая тревожность по поводу отношения к этим ожиданиям. Вашим. Вот. Другой вопрос и другое дело, что вы, может быть, и не хотите. может быть, вы и не хотите лично с нами взаимодействовать с, ну, вот, с мужчиной, может быть, вы хотите только семью. В таком случае человек вам не подходит, потому что совершенно очевидно, что он не настолько готов к выстраиванию семьи, как вы. Вот. И в этом смысле, если для вас важна семья, и как вы пишете, ну, перспектива расписаться и жить как нормальные люди, да, то, ну, вам этот партнер не подходит. Другое дело, если у вас появилось к нему какое-то отношение помимо того, что человек может быть или не может быть вашим мужем, вот, если у вас какое-то отношение к нему все равно появилось, вы начали его как-то воспринимать иначе, но подавляете это в себе. Другое дело, если вы к нему, условно говоря, привязались в контексте этой идеи, цели создать семью и вам сложно отказаться от человека, сложно его отпустить именно по той простой причине, что ну, как бы, начинать все заново, да, и как бы этот процесс перезагружать, да, с другим человеком, но может быть достаточно энергозаправно. Вот. И вам хочется верить, что вот из этого что-то получится, потому что, как бы, конечная цель, она уже кажется близкой, она уже кажется, ну, кажется, кажется достаточно в пределах достигаемости. Вот. Хотя это может быть очень ошибочным впечатлением, потому что, ну, люди, существа, переменчивые, да, и в общем-то, в общем-то, договоренности какие-то в отношениях, это, на мой взгляд, далеко не лучшая идея, потому что люди меняются, и меняются приоритеты людей, меняются отношения людей к другим, вот, например, мужчина вот одним образом относился к вам, теперь он относится к вам другим образом, вот, и в целом, на мой взгляд, то, что, ну, то, что происходит, да, это скорее нормально, чем ненормально, то есть, ну, действительно, может быть такое, что, вот, человек изначально хотел, там, по отношению, допустим, к вам одного, теперь он хочет другого, да, то есть, что-то изменилось. Другой момент, что вы, как будто бы, себе, себе не доверяете, и на самом деле, вот, мне кажется, что это такая, довольно-таки, глобальная проблема, потому что, с точки зрения психологии, человек центрируется на семье тогда, когда нуждается в защищенности, а в защищенности человек нуждается тогда, когда не доверяет себе, у него есть проблемы с личными границами, и, на мой взгляд, вы демонстрируете эти, признаки этих проблем, например, тем, что вы пишете следующее, вы пишете, во-первых, случился интим, то есть, ну, что значит случился, да, то есть, ну, вы хотели, очевидно, вы как-то вот внутренне себе, в первую очередь, разрешили, а не случился, это первое, то есть, понимаете, как будто бы здесь вот вы, ну, ну, вот, проскакиваете место, где вы принимаете решение относительно себя, относительно выбора своего поведения, модели, своего поведения, да, вот вы пишете, он ездит ко мне, остается мне ночевать, опять же, не он ездит, а вы разрешаете ему ездить, вы разрешаете, то есть, это тоже ваше решение, но получается, что вас здесь как будто бы нет. Дальше, вы пишете, я предложил расстаться, да, я предложил расстаться. Казалось бы, здесь присутствует активность, здесь присутствует решение и здесь присутствует позиция. Супер. Но! Вы говорите, взяли паузу. То есть, кто взял паузу? Ну, кто? Вы и он взяли паузу, но вы не говорите, я взяла паузу, потому что это правда, только вы можете взять паузу. Нет, вы говорите, что мы. То есть, там, где есть мы, нет я. Там, где есть я, нет личной ответственности, нет четкого, четкой позиции и проявления своих интересов. Дальше. Вы пишите следующее. В итоге опять возобновили отношения. Вот понимаете, ну, что это значит? Что это значит? В итоге опять возобновили отношения. То есть, ну, наверное, решение возобновить отношения приняли же вы. То есть, это было ваше решение. Как? Для чего? Из каких, условно говоря, соображений вы приняли это решение? Да? Пока не ясно. Вот. На что, на что вы надеялись? На что вы рассчитывали? Не ясно. Вот, 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 вообще не ясно. В этом, в этом смысле. У вас были основания полагать, что человек изменился. У вас были основания полагать, что человек, как-то вот, ну, все-таки решил создать семью или что? Как иначе выглядит то, что вы возобновили отношения, общение и то, что он к вам ездит? Это выглядит как предательство себя, предательство своих интересов. Вот. То есть, вы говорите, я хочу серьезных отношений, а в итоге, по факту, снова и снова соглашаетесь, но не серьезные, с вашей точки зрения, отношения. Вот. Да, отдельный вопрос, что такое серьезные отношения и, как бы, вот, опять же, здесь элемент тревожности вашей, как бы, присутствует, незащищенности, что изначально вы сразу хотите договориться о том, что отношения должны быть серьезные и обязательно приносить в семью. То есть, попытка планировать развитие отношений, это борьба с тревожностью. Но тревожностью являются вашей проблемой и, соответственно, отношения не могут выступать средством решения проблемы. Вот. Но это в данном случае не является центральной темой, потому что вопрос ваш не про это. Дальше. Вы говорите, вы пишите. Я стал и говорить ему, что пора бы жить вместе, что меня не устраивают такие встречи, тем более мы обговаривали, что оба хотим серьезные отношения. Напомнило, что хочу в семью, я расписался жить, как нормальные люди. Вот, понимаете, здесь такое ощущение, что вы нацелены не на самого человека и не на то, чтобы проводить с ним время, потому что он вам нравится, потому что вам с ним хорошо и потому что вы хотите для него что-то делать. А здесь такое чувство, что вам важна именно семья. То есть, вот, ну, вот, ну, не хочется говорить штамп в паспорте, да, но, возможно, какая-то легализация отношений. И я не могу не спросить вас, почему вам это важно. Чем вам это важно. Возможно, именно это и мешает построению отношений, потому что отношения здоровые, так скажем, витальные, то есть, генерирующие внутреннюю энергию и свободу, нельзя построить на цели создать семью. Потому что, ну, создадите вы семью, появится у вас ребенок, а что дальше, понимаете? То есть, как бы, встает вопрос об обширности, богатстве, многосторонности вашего взаимодействия. Да, встает вопрос о том, что между вами общего. Если людей объединяет только, если людей объединяет только создание семьи, то какое будет у них тогда общение, какое будет у них взаимодействие, как они будут друг друга воспринимать, как вы себя воспринимаете, если готовы выстраивать отношения так. Но это вам, скорее, больше наподумать. А я хотел сказать, что вы же демонстрируете довольно четкую позицию свою. Понимаете? Мужчины нет. Мужчине кажется, что вы на него давите, мужчине кажется, что вы его торопите. Ну, хорошо. Хорошо. Допустим. Допустим, для него это вот выглядит так. Но это означает, что вы друг другу не подходите. Если вы готовы, а он нет, то это означает, что вы друг другу не подходите. Если для него нормально ездить к вам ночевать и оставаться у вас, но при этом там не создавать семью и прочее, то очевидно, что он вам не подходит по ценностям. Точнее, не по ценностям, а по целям. И это не страшно. Вы можете встречаться. В конце концов, не так много времени прошло. Всего лишь пять месяцев. Вот. Но это вопрос вот того, чтобы вам определиться, что для меня важнее там. И смешает то, что вы говорите расписаться жить как нормальные люди. То есть вы как будто бы себя без росписи, да, и без семьи не чувствуете нормальность. И если это так, то да, опять же, проблематика скорее ваша, нежнее, чем молодого человека или отношений. Потому что, как бы, семья и дети не сделают вас нормальным. То есть ощущение ненормальности, оно у вас в голове, вот. А внешние какие-то факторы не позволят вам сказать, вот, всё, я создала семью, родила ребёнка, теперь я нормальный. Нет. Всегда будут появляться новые и новые требования, которым вы должны будете соответствовать, чтобы быть нормальным. Потому что это комплекс. Комплексы. Вот. В данном случае. Ну, это может быть страх, это может быть что-то ещё, может быть проблема самооценки, как я думаю. Но дело тут немножечко в другом. Дело в том, что вот это вот сама постановка вопроса, сама мотивация для создания отношений. Для того, чтобы быть с человеком, она немного сомнительна. И она очень узкая. То есть отношения людей, выстраивающиеся на такой основе, они довольно хрупкие, они довольно однобокие. Ну вот. Я не знаю, видели ли вы, не видели такие пары, где люди вот чисто друг с другом общаются, только как вот муж и жена, да, и родители. Вот. А как бы потом, когда вот эти все, ну, вещи, дела, заботы, обязанности, когда это всё проговаривается и проделывается, люди просто расходятся по разным местам. Мужчина уходит к своим друзьям, женщина уходит к подругам или сидит дома, что-то делает, то есть люди не взаимодействуют. Ну вот, понимаете? И по факту, такие вот чужие люди, им сложно разговаривать друг с другом, потому что, потому что они не привыкли. Вот. Потому что, в какой-то степени, это парадокс. Человек к тебе самый близкий, ну, потому что ты с ним живёшь и спишь, но при этом, ты его, как будто бы, совсем не знаешь. Вот. Ты не привык к тому, что у него, может быть, своё мнение по какому-то вопросу. Ты не привык, что он, может быть, с тобой не согласен. Ты не привык, что у него, может быть, другая картина мира или что она меняется. Вот. То есть это вот такой довольно, довольно утопический вид. Я не знаю, таких ли вы хотите отношений. Я не знаю, чем для вас семья так важна. Не в том смысле, что вам не нужно её создавать. Вы создаваете. Просто мне кажется, что это здесь единственная цель. А единственной целью, как я уже сказал, семья быть не может. Она может быть целью, но не единственной. И, как мне кажется, не главной. Потому что люди разные, обстоятельства разные. И если мы к человеку чувствуем что-то действительно искреннее, если мы хотим для человека что-то делать, если мы хотим о нём заботиться, добить любовь и тепло, то мы можем это делать в любой форме. Приведёт ли это к созданию семьи, не приведёт ли это к созданию семьи, неважно. Вы же здесь как бы сами пытаетесь контролировать. То есть это контроль. А контроль это про безопасность, про тревогу, про страх потерять контроль. И про ваше желание быть сильнее, чем вы есть. То есть, по большому счёту, я сейчас описал, ну, вот, я бы сказал, склонность к созависимости. Вот. То есть, таким набором облабывают люди, склонные к созависимости, к созависимым отношениям. Вот. Понимаете, да? Из этого вытекает то, что вы по отношению к мужчине ведёте себя как родитель. Но... То есть, не как женщина, не как друг, не как партнёр, а просто как родитель. Я твоя жена, будущее, там, мы с тобой договорились, давай. То есть, это же родительская позиция. Это позиция нас. И у мужчины, естественно, это вызывает протест, потому что, ну, с родителем-то не хочется в отношения вступать. И уж тем более жениться. Понимаете? Да вот. То есть, тут как бы срабатывают законы взаимодействия людей. И другой вопрос, что... Дело не в том, что мужчина к вам ездит. Да? Вот. А дело в том, что он не хочет остаться. То есть, почему-то мужчина с вами не хочет остаться. Он не хочет с вами просыпаться, не хочет с вами засыпать. Он не хочет с вами быть. Я не говорю, что вы в этом виноваты. Нет. Может быть, нет. Скорее всего, нет. Просто вопрос-то в чём? Вопрос в том, что когда я свободен внутренне, когда я открыт внутренне, когда я разносторонен, когда я проявляю себя с тобой с разных сторон, и как женщина, и как друг, и как партнёр, и как субъект какой-то деятельности, вот, и как социальный индивид. Когда я проявляю себя многосторонне, человек понимает, кто перед ним, и может сделать выбор. Хочу я быть с этим человеком или нет. А когда проявления односторонние только, вот, то непонятно. Вот мне вроде бы с тобой-то как с мужчиной, например, хорошо, или мне с тобой как с женщиной хорошо. Ну, например, в интимной сфере. Мне с тобой хорошо. Вот. Говорит человек, или думает человек, или чувствует человек. Вот. В быту, ну, в быту тоже вроде бы нормально. То есть бытовых ссор там не возникает, ну, а в другой стране, откуда им возникать, если вы там не живёте вместе, по сути. Вот. А, ну, а что дальше? Что дальше? Вот как вы проводите свободное время? Вот понимаете, отсюда нужно на самом деле исходить. Из свободного времени. Потому что отношения это досуг. Вообще-то. А вы, отношения, пытаетесь превратить в работу. Понимаете? Да, здесь можно сказать, что отношения это работа, многие так говорят, в том числе и психологи так говорят. И окей, если вы так считаете, то супер. Тогда вы просто со мной не согласны. Вот. И просто моя позиция вам не подходит, и как бы вам нужно, ну, работать с другим специалистом. Вот. Но, я не считаю, что отношения это работа. Я считаю, что отношения это просто возможность, способ мой проявить себя. проявить то, что уже во мне есть. Узнать новые какие-то стороны из себя. Но это не работа. Понимаете? И поэтому я предлагаю отталкиваться вам от того, как вы проводите свободное время. Чем более насыщенное свободное время, тем больше у вас получаемого совместного опыта, то есть, чем больше вы переживаете что-то совместно, тем более вы сближаетесь. Понимаете? Сближает людей именно совместное совместное переживание какого-то опыта, совместное переживание чего-то. Это людей сближает. Вот. Либо людей сближает что-то общее, что между ними есть. Интересы, деятельность и так далее. Вот. А вы как бы здесь ориентируетесь на то, что нужно работать, чтобы создать семью. При том, что у мужчины явно есть негативный опыт с семьей. И вполне возможно, что он хочет просто поразвлечь. Но поразвлечь с вами, и в этом нет ничего плохого. Вот. Может быть, и вы получали бы больше удовольствия, если бы не пытались все контролировать, а просто отдавались бы своим чувствам, жили бы здесь и сейчас. Но опять же повторюсь, здесь есть нюанс, то, что если вы всего этого не хотите, если вы говорите, нет, мне это все не нужно, я вот хочу только семью и все, то это другой вопрос. Это ваше право. Но и мужчина тогда вам не подходит. Вот конкретно этот мужчина вам не подходит. Потому что он не такой, как вы. Он не стремится к этому сейчас. Да, он хотел, а потом что-то понял. и открытым вам об этом сказал. Понимаете? И вы из этого делаете вывод, видимо, что он не хочет, я сейчас с ним пообщаюсь, точнее не так, я с ним расстанусь, потом начну общаться, он захочет, потому что будет бояться меня потерять. это манипуляция. Я не знаю, так ли это выглядело на самом деле или нет, но выглядит как манипуляция. А манипуляция в отношениях это очень нехорошо. Дальше. По поводу хозяина в квартире и обещания купить квартиру. На мой взгляд, обещание купить квартиру это реакция на ваши ожидания. Это первое. И невозможность вот в силу того, что ваше общение достаточно одностороннее, невозможность признать то, что что-то не получилось. Это первый момент. И второй момент. По поводу хозяина. Ну понимаете, вот опять же, да, такой может быть не совсем этичный может быть вам покажется этот пример, но вот я прихожу к кому-то, да, и последнее, что мне придет в голову, это чувствую я себя хозяином или нет. Да я ничего не хозяин. Вот. я не могу быть хозяином ничего чего-либо. То есть меня волнует с вами в отношениях кто хозяин я или нет. Понимаете? Не то, что я могу с вами сделать. То есть для вас. Не то, что я могу для вас сделать. Не то, что вы можете для меня сделать. Не то, как мне здорово и классно проводить с вами время, а то хозяин я квартиры или нет. И опять же, быть хозяином квартиры это важно. Но это не может быть первостепенной целью. И вот заметьте, пожалуйста, какая штука получается, что у вас в отношениях на первый план выступает социальная история. Социальная? Но вы-то личности и вы устраиваете отношения как личности. Так почему же в отношениях у вас не выходит на первый план личность? Вот какой момент. А если вы не считаете для себя возможным, что личность должна быть на первом плане, например, то в таком случае мне кажется, вам этот мужчина повторюсь не подходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Вот. Если хотите, конечно, если хотите, можно и вашего молодого человека пригласить на терапию, чтобы вместе обсудить какие-то вещи, которые вас могут волновать. Вот. я желаю вам всего самого доброго, удачи, и я желаю вам того, чтобы вы обращали внимание не на отношения, меня, а на человека, на себя, и на другого, было бы, может быть, гораздо проще и легче вам взаимодействовать, если бы вы говорили не о том, что хотите брака и детей, а о том, что для вас в этом, что для вас в этом, в браке и в детях вы хотите, что вы хотите в этом, что в этом вы можете получить прямо сейчас, ведь вы еще не просто так хотите семью и детей, вы чего-то хотите, так, а чего вы в этом хотите, семья и дети это форма, может быть, если бы вы научились бы видеть, то, что вы хотите в этом, и демонстрировать это мужчине, и мужчине бы захотелось вам это давать, то все бы и пришло, естественным образом, по итогу к семье, а не когда вы фиксируете, что вот дай мне семью, дай мне детей, это же не свобода, и выглядит так, что не свободны вы в какой-то степени, и вот собственно делаете не свободным человека, вот, всего вам самого доброго.